Витя, Инна Сергеевна, да-да. Да, извините, что вдалась, я просто после этой душераздирающей речи не могла не внести свою лепту. Давайте, помогите мне, я не справлялся. Человек задает вопрос, кто убил эту сотню, почему вы не пришли, почему вы не помогли. Послушайте, вы стояли за деньги на Майдане. Ну не все стояли за деньги, надо... В 2004 году, когда был митинг за оранжевую революцию, честно сознаюсь, я была студентка в Киеве, сама стояла за деньги, всем платили, и от Ющенко, и от Януковича. И в этот раз так же, как мои все друзья в Киеве, кто проживает и работает, всем платили деньги. Есть, которые, конечно, пришли по своей воле и которые не знали, что платили деньги, но если бы они узнали о том, что платили деньги, они бы никогда в жизни не отказались от них. В третьих. По поводу этой сотни. Уже давно известно всей Европе, только кроме Украины, конечно же. Ну как же на Украине? Уже известно, кто убил эту сотню. Уже давно известно, что оппозиция замешана в этом всем. Но оппозиции, конечно же, выгодно сказать, что это сделала Россия, а то или какая-то неизвестная сила. Третья, четвертая, пятая, десятая. Вы посмотрите, что происходит. Они принимают кучу законов, но никто не расследует, кто убил. Потому что никому не выгодно это, кто сам себя выдаст. Самое интересное, что они расследуют, но фактически последственные люди, которые должны там же среди где-то последственных людей находиться, они сами же и занимаются следствием. Это самое смешное. То есть сами убили, сами расследуем. Поэтому мы поставим то, что нам выгодно и скажем то, что выгодно. И все будут говорить да. По поводу того, что он там говорит. Вот вы мне задаете по поводу Яроша вопросы, обратитесь к Ярошу. Послушайте, если мне зададут любой вопрос, я на любой вопрос отвечу. Я буду свою точку зрения отстаивать до последнего. Хоть меня стреляй, хоть меня убивай. Человек не может ответить ни на один вопрос. Он просто зомбирован. Ему просто то, что сказали на Майдане, то, что он прочитал в интернете. Он не имеет никаких оснований, он не имеет никаких фактов и подтверждений. Он где-то вычитал, где-то дослушал, где-то переслушал от соседей на работе. И он сидит нам тут рассказывает, этот нудный монолог ведет, который невозможно слушать. Видно, что человек такой общения, что ему мышья какой-то подсыпали маленькими дозами. Или какой-то тромодол. Просто как накуренный какой-то. Это невозможно слушать. Он не может ни на один вопрос ответить толком. Он ссылается на какие-то факты, которые вообще... Ну, вообще, это невозможно, короче. Больше никогда не соединяйтесь с такими людьми. Только говорят, что с Майдана сразу выключайте. Я требую. К нам прорывается Наташа Ростова. Я даже не знаю. У меня есть, конечно, шольная мысль просто устроить конференцию на двоих. Я готова со всеми поговорить, кто с Майдана. Я буду отстаивать свою точку зрения до последнего. Наташа, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела прокомментировать последних двух людей, особенно вот эту женщину, которая зовут Кина. Во-первых, девушку. Это ваше личное дело или проблема? Меня это не особо волнует. Инна, я бы хотела спросить у вас. Вы можете прокомментировать любого человека и любой вопрос, который вам задают? Скажите, пожалуйста, какой цвет моих волос? Слушайте, девушка, вы спрашиваете сейчас... Ну, просто ваш вопрос, это просто не входит ни в какие рамки адекватности. Понятно. Смотрите, я спрашиваю вас про прямой вопрос. Вы конкретно говорим о конкретной ситуации. Вы конкретно говорите, что происходит в моем дворе. Вы его спрашиваете, для чего у правого сектора на эмбриоме нож? Как он может вам ответить? Вы не можете ответить обо мне. Он не состоит в правом секторе и он должен вам отвечать вопросы. Послушайте, он отстаивает правый сектор. Поэтому, если он его отстаивает, он должен отстаивать политику правого сектора, который орёт, что москористы ножи идут на ножи. Если вы поддерживаете эту политику, то мне вас очень жаль. Потому что вы такие, как вы... ...при себе, Инна, пожалуйста, и начните думать мозгами. Если вы смотрели хотя бы одно интервью Яроша, он отчётливо говорил, что 40% правого сектора – это русскоязычное население Украины. Никто не называет вас больными, ненормальными. Я вообще хочу сказать, Олег, я слушала достаточно долго и могу сказать, вы не... суть этого чата больше поссорит людей, чем их помирить на самом деле. Всё, что вы говорите, это с позиции таких, знаете, бандерофобов. Всё вы перекручиваете... Я не бандерофоб, я автоматофоб, наверное, вот так вот лучше сказать. Просто тут в бандере ничего не знаю. Я мёртвых не боюсь. Вы мои слова перекрутили. Позиция Майдана, дети в России, все, кому не нравится геноцид. Я сказала, если человек, он отстаивает раскол страны, он, живя в Украине, хочет, чтобы Украина стала Россией, этот человек не достоин называться ни гражданином Украины, он не достоин вообще здесь жить. Я считаю, что таким людям нужно ехать туда, где они считают, что там их родина. Россия, пусть Россия. Я ещё не слышала ни одного случая, чтобы в Америке русскоязычное население орало, что Америка – это Россия, потому что они говорят на русском языке. Это полный... Вы проживаете в Америке? У меня проживает там подруга близко, с которой я общаюсь каждую неделю. Я ещё ни разу не слышала, чтобы на Брайтоне орали и присоедините сюда Россию, потому что мы здесь говорим на русском языке, нас здесь ущемляют. Там живут люди, которые... Послушайте, Наташа Ростова, я... Я не проживаю в войне на Украине. Если вы плохо меня слушали, никто в войне здесь вообще не призывает. Здесь против расстрела мирных жителей, которые проживают в Харькове, на юго-востоке Украины. Здесь против того, что ходит правый сектор с свастикой фашистской и орёт, что москали на ножи, жидовы на ножи. И всех остальных, кто не сходит за сомнение. Вы, во-первых, не слушайте меня. Всё, Инна, я с вами не говорю. Олег, ситуация... Слушайте, у нас диалог, а не монолог. Если вы хотите монолог, вам отдельно позвонят, и у вас будет 10 минут славы, и вы поговорите. Если вы хотите поговорить с нами в троём, тогда вы должны слушать другую точку зрения. Инна, всё, я с вами уже не говорю. Я хочу... Всё, тогда отключайте, что всё. Ладно. Разговаривая с вот этим человеком передо мной, вы рассказали о двух людях, которые умерли в Харькове, и вы не сказали, что вчера подрезали в Донецке, или это было позавчера, одного парня, которому 22 года... Который пришли... Я смотрела онлайн то, что произошло. Да, мы все смотрели стрим, собственно, что там было, поэтому очень, очень... И... Я прошу... Я прошу... Я прошу... Так, у нас не получается. Вы слишком одновременно говорите. Давайте так. Пожалуйста, тишину прошу. Очень прошу тишину, Наташа. Почему Олег, вы не сказали... Наташа, прошу тишины. Который... Очень. Которого зарез... Нет, ну... Просьба вообще не понимает. Я не знаю. Серьёзно, ну что это такое? Ну, это человек, который настроен, понимаете, враждебно. Она говорит, что мы здесь все собрались за то, чтобы война была на Украине. Нет. Мы за то, чтобы не было фашизма на Украине. За то, чтобы не стреляли мирных жителей, которые имеют другую точку зрения. Только за это. Потому что, если я, допустим, против фашизма, и я говорю на русском языке, и я не поддерживаю нынешние власти, правый сектор, меня должны застрелить. Извините, я не в такой стране хочу жить. И никто в такой стране не хочет жить. И то, что она говорит, правый сектор отстаивает там что-то. То, что они говорят, это ерунда. Все знают, в чём замешан правый сектор. И все знают, кто им оплачивает их оружие. И то, чем они занимаются на территории Украины. То, что девушка зомбирована и девушка какая-то слепая, это её точка зрения. Пожалуйста, мы можем выслушать, как мы выслушали предыдущего оратора, который был на Майдане. Мы слушали 15 минут, поэтому, я думаю, хватит. Ну, просто как бы на прямые призывы хотя бы просто дать мне слово, мне затыкают рот. Я, пожалуй, не буду на своём стриме такое терпеть. Это моё право. Она позвонила, понимаете, то есть заткнуть всем рот и высказать свою точку зрения. Это человек так же все на Майдане. Они не готовы к диалоге. Почему и страна раскалывается. Никто не готов к диалогу. Все готовы к монологу. У меня есть моя точка зрения. Все заткнитесь. Я права. Но так не будет. Так страны не будет. Да. Всегда нужен диалог. И притом мирный, нормальный диалог. И все должны выслушать друг друга. Мало того, что выслушать. Еще и должны услышать друг друга. Понял. Инна, у меня такое предложение. Сейчас мы попробуем взять интервью у какого-нибудь очень спокойного человека. Нам, по-моему, надо мозги привести всем в порядок сейчас. Просто снизить град. А давай. Потому что это два, три, четыре последних выступлений. Они взрывают просто обстановку. Я думаю надо... Ну я уже высказалась. Я спокойна. Теперь можно услышать других. Хорошо. Ну все. Так. 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 Так.